Каждый третий патрон и каждая четвертая шинель были произведены на ульяновских фабриках. В годы Великой Отечественной войны город на Волге превратился в конвейер по производству необходимых для фронта вещей. Трудовые рекорды ставились на патронном и автомобильном заводах. Познакомиться с историей предприятий и не только узнать, как жители приближали День Победы, можно на патриотической экскурсии Ульяновск-Тыловой. Первая точка пятичасового маршрута – завод по производству шинельного сукна, который работает почти два века. Следующая была точка у нас Парк Победы. Они познакомились с техникой, с военной. Они научились разбираться, как отличить танк от самоходной установки. То есть они четко разбираются даже в станках, которые работали на фронт. Третья точка была патронный завод, тоже легендарная очень точка. Она свела Галена Сергеевна. Она работает больше 40 лет на этом заводе, руководит этим музеем. Одна из точек экскурсии – обелиск, где группе показывают все участие ульяновца в войнах и вооруженных конфликтах. Финал экскурсии и стартовая точка для всех призывников и добровольцев в годы Великой войны – старый вокзал. Отсюда молодые парни и девушки отправлялись на фронт. Герои, пришедшие с войны в 45-м, тоже приезжали на эту железноторожную станцию. У вокзала есть инсталляция – лавочка с баяном, а рядом ящики с боеприпасами. Она показывает, как, отправляясь на кровопролитную войну в душе советских мальчишек и девчонок, был свет и надежда на скорую победу. От такого насыщенного маршрута эмоции переполняют. Школьники и целевая аудитория экскурсии воодушевлены и делятся эмоциями. Мы сегодня были на патронном заводе в музее. Там было очень интересно. Нам рассказывали, как там все было и как они помогали воинам, кто служил на фронте. Мы были на заводе, где шили одежду для воинов, как станки работали, как они называются. Было очень интересно и ей очень много лет. Патриотический маршрут «Ульяновск-Тыловой» вошел в перечень турмаршрутов по местам воинской славы России. В год маршрут посещает свыше 600 человек. Экскурсии по местам воинской славы сформированы в 51 регионе России в ходе реализации нацпроекта «Туризм. Индустрия гостеприимства». Светлана Карпухина, Марат Мигдеев, Уллправда ТВ.